День с толком Маршрут перестроен. Из-за ремонта коммунальных сетей в Барнауле с завтрашнего дня изменится схема движения трех трамвайных маршрутов. И временная смена прописки. Пятая городская поликлиника Барнаула переезжает в другое здание на время капитального ремонта своего. Куда теперь обращаться пациентам? Двое детей в Барнауле искупались в фонтане и заразились кишечной инфекцией. О случившемся стало известно со слов матери пострадавших. Информацию опубликовали в одном из телеграм-каналов. Горожанка делится переживаниями, что не смогла отказать детям в удовольствии искупаться в фонтане. А ведь вода в таких арт-объектах не предназначена для купания. Очистные конструкции избавляют воду от крупного мусора, но не от микробов. Женщина называет ситуацию печальным опытом и обещает не допускать подобного в будущее. При этом в ближайшие дни синоптики прогнозируют очередное повышение температуры воздуха. Городские фонтаны снова поманят желающих освежиться в жару. Однако для этих целей существуют пешеходные фонтаны. Такой, к примеру, есть в сквере по улице Панфиловцев. Но и там, напоминаем, нужно быть осторожным, чтобы вода не попала в организм ребенка и не навредила здоровью. На развязке на Зминогорском тракте в ближайшее время введут новую схему движения. Дорожники уже завершают подготовительные работы. Схема из-за строительства здесь меняется довольно часто. Впрочем, со многими неудобствами горожане готовы мириться. Правда, не со всеми. Какие вызвали просто шквал негативных эмоций на этой неделе и насколько оперативно подрядчик реагирует и устраняет временные неудобства, выясняли наши корреспонденты. Ну вот это что вообще за безобразие? Объездную дорогу хоть как-то бы немножко сделали, потому что невозможные пробки просто-напросто и все в яминах. Можно же как-то хотя бы прогридировать это. Такой была дорожная обстановка буквально пару дней назад на одном из участков строящейся развязки на Зминогорском тракте. Казалось бы, какие-то 500 метров, но преодолевали их водители с большим трудом. Недовольных каждый второй. Дорожники прокомментировали ситуацию. Погода вносит свои коррективы. Профилировка дороги у нас раз в два дня происходит. Конечно, объездные дороги все будут спрофилированы без каких-либо вопросов и проблем. Немножко ливень, который был, помешал производить работы, потому что по технологии, когда присутствует вода, работы не производится. На сегодняшний день обстановка на объездной улучшилась. Дорожники провели работы по подсыпке дороги. Однако небольшие ямы все же присутствуют, жалуются водители авто и беспокоятся. Из-за погоды все может повториться вновь. Да и заторы на дороге никуда не делись. Получается, зеленый загорелся 16 секунд. Ну, не знаю, я за него там 3-4 машины, если проезжает. Что касается светофорного регулирования, его организацией занимается квалифицированный субподрядчик, пояснили в Алтай-Автодоре. Постоянно производится мониторинг и анализ трафика. Мы не можем переключить в зеленую фазу светофор на час, чтобы люди проехали на южный. Тогда ленточный бор ве встанет. Светофор таким образом отрегулирован, чтобы поочередно, постепенно, порциями пропускать с загруженных участков дорог движение транспорта. Кстати, в ближайшие дни схема движения снова изменится. Это затронет кольцевую часть развязки. По причине возведения тоннельной части перекроют движение на участке Змеиногорский тракт, шоссе Ленточный бор. Бывают пробки, но редко. Вечерами, в пятницу в основном, когда все на дачу едут. Человек с Калининграда приехал, внук у меня вот тут вот. Поражается нашей вот этой вот. Слишком много машин. Веревка большая. В Калининграде поменьше? У нас в Калининграде три светофора на всю область. Машин мало, все пешком, на велосипедах ездят. 20 секунд для светофора, как думаете, нормально? Маловато. Надо побольше, конечно. Главное – набраться терпения и просто ждать. Пока переждать неудобства. Я думаю, что когда сделают, будет все замечательно. Пока автомобильное движение продолжится по этому участку дороги. Но это ненадолго. Как только дорожники завершат работы по устройству основного полотна, движение будет осуществляться в прежнем режиме. Работы планируют завершить к концу месяца. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась накануне в 10 вечера на улице Весенняя, 24. Госавтоинспекция проводит проверку. Предварительно сотрудниками полиции было установлено, что водитель мужчина 1987 года рождения, управляя мотоциклом «Хонда», двигаясь по лесному тракту, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие дорожную неровность с последующим опрокидыванием транспортного средства. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП. Пассажир, женщина 1984 года рождения, с травмами различной степени тяжести, была госпитализирована в больницу. И к другим темам. В Барнауле продолжается модернизация коммунальных сетей по проспекту Красноармейскому. С 12 июля на участке планируется ограничить движение трамваев, будет производиться замена трубопровода. В связи с этим изменится схема движения трех трамвайных маршрутов. Десять дней назад началась масштабная реконструкция коммунальных сетей на проспекте Красноармейском. Работы идут по плану. А уже завтра предстоит самый сложный этап модернизации, в рамках которого планируется разобрать трамвайные пути. Трамвайный маршрут номер один будет ходить по Калинино-Северо-Западное, далее не на проспект Ленина, как он идет и Красноармейский, а далее по Северо-Западной, уже Антона Петрова, Советская армия, коммунаров. Трамвайный маршрут номер четыре будет ходить от Анатолия, бывшая конечная ДПО-1, и уже непосредственно на площадь Свободы. Трамвайный маршрут номер семь будет ходить у нас через Челюскинцев, как это было при закрытии путепровода. Такая схема движения будет действовать с 12 по 14 июля, а уже с понедельника трамваи вернутся на привычный маршрут. На текущий момент выполнены работы по нечетной части проспекта Красноармейского, уложена стальная труба, это уложен кожух. На данный момент мы подошли непосредственно к переходу проспекта Красноармейского, переходу трамвайных путей. На текущий момент мы идем с опережением того графика, который изначально мы планировали. Здесь мы будем менять полностью трубы и будем укладывать новые плиты перекрытия, которые я уже говорил, они в аварийном состоянии, их в обязательном порядке надо заменить. Всего в этом году в Барнауле планируется отремонтировать более 23 километров тепловых сетей, 10 километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также 87 километров сетей электроснабжения. Общая сумма работ составляет более 3,5 миллиардов рублей. Дмитрий Дроздов, День с толком. Поликлиника 5-й городской больницы временно переезжает на новое место. Причина – капитальный ремонт изношенного здания с 90-летней историей. Куда перенаправляют многотысячную армию пациентов и будет ли им комфортно добираться до врачей по новому адресу, узнавала Валентина Аскерова. В этом кабинете, перевязочной для хирургических больных, рядом расположен кабинет хирурга приема и с медицинской сестрой. Кабинеты хирурга, лора, офтальмолога и уролога подготовлены на все 100%. С 15 июля поликлиника 5-й городской больницы начнет принимать пациентов из 2-й городской поликлиники. Медучреждение на Калинино-16 непригодно для эксплуатации и временно закрывается. Пациенты и медики переселяются в другое здание. Мы сюда забираем 12 терапевтических участков с Калинина. Соответственно, в этом же блоке будет располагаться кабинет приема невролога. Многие помещения лечебно-вспомогательные, диагностические, они будут использоваться совместно, потому что здесь было отделение физиотерапии. Полным ходом идет подготовка терапевтического блока. Освободить дополнительные кабинеты для приема врачей удалось за счет вывода административных служб. Для того, чтобы подготовить помещение, соответствовать требованиям Санпина, нам надо было в кабинеты дополнить раковинами, которых там не было. Поэтому сейчас там ведутся сантехнические работы, соответственно, фартуки для раковин, чтобы нам было обрабатывать и чтобы они соответствовали Санпину. Ну и ориентировочно к 22 числу эти работы будут закончены. Здание поликлиники на Калинино-16 является объектом историко-культурного наследия. В этом году ему исполняется 90 лет. Горожане неоднократно жаловались на плачевное состояние медучреждения. И вот день Икс настал. Оно закрывается на реконструкцию. Пациенты терпят неудобства последний месяц. Уже к концу июля 20 тысяч пациентов, которые получают медицинскую помощь в здании преклонного возраста на Калинино, переедут в здание с более комфортными условиями на Кулагино в поликлинику 5-й горбольницы. Работать поликлиника на Кулагино будет в две смены. Для удобства пациентов на днях будут решаться вопросы о доставке барнаульцев до новой медплощадки. Возможно, организуют дополнительный транспорт. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Завтра одним из главных событий агрофорума «День сибирского поля» станет расширенный совет фермерских хозяйств Алтайского края. Уже через несколько недель аграрии региона приступят к уборке озимых. Как сохранить урожай, чтобы дождаться хорошей цены? Ответ на этот вопрос, кстати, нетрудно найти на выставочной площадке форума. Комплексные решения для очистки, сушки и хранения зерна предлагают алтайские производители. Грозовые тучи то и дело сгущаются над площадкой сибирского агропарка. В уборочную такая погода грозит потерями урожая и его качества. Чтобы продать зерно по хорошей цене или положить на хранение в ожидании ее, нужно провести очистку и сушку. Реалии прошлых лет показали, мех така не поспевают за производительностью комбайнов. Например, такие российские сепараторы для очистки зерна выдают продуктивность до 200 тонн в час. Импортные машины с той же производительностью существенно дороже. Мы разработали именно простую технологию, это барабанные скальператоры с технологическим воздухом, именно рассчитанный на производительность до 160, до 200 тонн в час. То есть, в принципе, мы ее можем разогнать. Мы уже на двух проектах использовали транспортную систему производительностью 250 тонн в час. Специалисты отмечают, такие комплексы полностью автоматизированы. Управлять всеми процессами можно с компьютера или планшета. Комплексы отличает высокая производительность. На них, скорее всего, в ближайшие годы перейдет большинство аграриев. Причина еще и в том, что эти комплексы позволяют подработать зерно и отправить его на хранение почти сразу, а не в течение нескольких месяцев. Проектированием, строительством и производством компонентов комплексов по очистке, сушке, хранению и переработке компания «Сохрани зерно» занимается уже 11 лет. В их портфолио более 100 проектов по всей стране и за рубежом. Собственное производство и проектный отдел помогают из разных пазлов собирать комплексы по цели и нужде конкретного фермера. Бывало так, что заключаем договор на два однотипных, абсолютно одинаковых проекта, но по факту оказывается, что из-за различий географических условий приходится вносить изменения, разные фундаменты, разные типы фундаментов. В зависимости, например, от розоветров приходится размещать по-разному некоторые элементы конструкции. Объекты сдают под ключ, помогают фермерам и с обслуживанием, в том числе постгарантийным, что очень важно в уборочную. Представители компании при необходимости готовы даже выехать и помочь с модернизацией старых комплексов. А на все вопросы аграриев ответит на стенде 154 Сибирского агропарка еще завтра, в заключительный день форума. И, кстати, на агрофоруме гостей знакомят не только с техническими новинками. Оценить новый вкус лимонада Good Strips, а также поучаствовать в спортивных играх и получить призы можно было на площадке Барнаульского пивоваренного завода. У стенда предприятия было многолюдно, не упустила свои возможности и наша съемочная группа. Выставка алтайской продукции стала одной из самых популярных на форуме День Сибирского поля 2024 в Павловском районе. Особенно много желающих было пообщаться с представителями Барнаульского пивоваренного завода и попробовать их продукцию. Оно и понятно. Во-первых, всех без исключения угощали здесь разными газировками. Да и список этих напитков впечатляет. Энергетики, изотоники и лимонады. Среди последних, кстати, появился новый вкус – гранатовый. Берут очень часто и чем отличается, он не химозный. Все говорят, что очень натуральный вкус, как будто бы гранатовый сок, просто газированный. Все очень нравится. Чтобы посетители форума точно не пропустили новый вкус, Барнаульский пивоваренный завод поставил еще одну палатку рядом с фудкортом. Там напиток вызвал не меньший ажиотаж. Очень натурально. Кисленький такой, прикольненький. По 10-балльной шкале сколько бы вы дали? Твердую восьмерочку прям. Мне кажется, есть куда стремиться. О, ярко выраженный гранатовый вкус, прям натуральный. Кисло или сладко? Ну, не приторно, но сладко. Приятный вкус. Какой бы вкус вы еще хотели бы увидеть в линейке, придумать, может, какой-нибудь интересный? Мне почему-то первое, что пришло на ум, ежевичный вкус. Не только бесплатная дегустация напитков с новыми вкусами привлекал к себе посетителей стенд Барнаульского пивоваренного завода. Гости могли поучаствовать и в разного рода спортивных играх. К примеру, можно было закинуть мяч в кольцо или поиграть в подобие бирпонга. Смысл в том, чтобы попасть шариками в стаканчики противника. Игры все каждый год разные. Вот нет такого. Вот эта игра в этом году первый раз. А в прошлом что было? В прошлом было с кольцом, только перетягивание канатов. Вот такой интерактивки разбавляют как разнообразие. Чем только ходить, смотреть, так же можно поиграть и выиграть призы на память себе. Не прошли мимо спортивных игр и мы решили поиграть в тир. Можно получить напульсник, напиток или даже шарф. Зависит от того, сколько бутылок выбьешь за три попытки. Ну, наверное, не так много, но зато приз гарантирован. В общей сложности палатки БПЗ за первый день агрофорума посетило несколько сотен человек. Если считать в выпитых бутылках, то это более 50 ящиков. Кстати, что касается нового гранатового вкуса лимонада, то такое уже можно найти на полках продуктовых магазинов. Ну, а на рынках города появились первые дары лета – ягоды и овощи. Корреспонденты толка сделали обход продуктовых лавочек на рынках. Что в ассортименте и изменилась ли за год цена? Если в магазинах еще выкладывают на полки прошлогодний товар, то на рынках уже вовсю торгуют свежими овощами, фруктами и ягодами. Возможность закупиться витаминами в собственном соку манит не только жителей города, но и приезжих гостей. Сейчас я купила огурчики очень вкусненькие, сливы и абрикосы. Но я считаю, что у вас хорошие цены, потому что я из другого региона абсолютно, у нас цены дороже. Ну и обслуживание хорошее. И вообще ваш город нам очень понравился. Продавцы подтверждают, в этом году покупатели попадаются с предубеждением, что их хотят обобрать и тщательно присматриваются к ценам. А цены действительно изменились по сравнению с прошлым годом. Так, пол-литра жимолости сегодня стоит 250 рублей, а в прошлом году мы видели ценник всего в 150. В палатках можно найти как продукты с овощи баз, так и выращенные любителями самостоятельно на садовых участках и огородах. Самая дорогая ягода из года в год – лесная клубника. А на вопрос, где собирали, продавцы отвечают – кто ищет, тот найдет. Скажите хоть по цене сколько? Тысячу килограмм. За килограмм за сколько? Нет, это 2,5 литра. 400 литра стоит. На новом рынке эта ягода стоит 350 рублей за пол-литра. При этом некоторые продавцы готовы отдать стаканчик и за смешные 50 рублей, но с уточнением – на варенье. В ассортименте в июле также малина, жимолость, смородина и даже крыжовник. Кстати, здесь малина – 250 рублей стаканчик, а на площади Спартака – 300. У меня дочка, дача, купила, они все собирают. Очень хорошо у меня помогают. Все есть сынаха, все помогают семье. Я здесь, они собирают, я продам. За один день сколько можно заработать на ягодах? Сколько продают? Я разный, потому что сегодня собираем, завтра нету. Три дня потом собираем. А вот вы каждый год этим занимаетесь или как-то пробуете? Нет, навоз не каждый год. Винеральное удобрение подкармливаю немножко. А торгуете ежегодно? Ну, ежегодно, но не ежедневно. Продавцы на рынке обязаны платить аренду за палатку и налоги. И большим их заработок точно не назовешь. Но для многих пенсионеров выращивание ягод, уход за кустами, подкормка растений и прореживание – это скорее не работа, а приятный досуг. Соберу маленку, но лишнее-то я не себе, вот, продаю. Это для вас как развлечение? Конечно, конечно. Я и даже не продаю из-за этого, чтобы мне немножко физически поработать. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев, День с толком. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Спасибо, что были с нами. Ждем ваших звонков в телефон редакции 205-545. Хорошего вечера и до встречи. Спасибо.